Здравствуйте! Вы смотрите Вести КамАЗа. А значит, у вас есть 15 минут, чтобы узнать о самых значимых событиях на Камском автогиганте. В студии Павел Михно. И Ксения Чернельцева. Коротко о главном. Он мощнее, выше и удобнее. Первый грузовик пятого поколения собран на автомобильном заводе КамАЗа. Получилось на высоте, но в безопасности. Расскажем, с каким проектом мастер литейного завода победил в конкурсе лидер ПСК. КамАЗ плюс ключ равно творчество. Первый результат театральных курсов для заводчан превратился в сказки. Первый предсерийный грузовик пятого поколения КамАЗ 54901 собран на автомобильном заводе. Новейший магистральный тягач должен заменить нынешнее поколение грузовиков семейства 5490. Напомним, конвейерная сборка первой кабины для большегрузов модельного ряда К5 состоялась в ноябре 2018 года. И вот белоснежный заводской первенец готов к передаче сотрудникам НТЦ, чтобы те провели экспертную оценку. Первый 54901 собранный на автомобильном заводе на осмотре и приемке. Машина готовится для дальнейшего анализа, исследования и испытаний уже на территории научно-технического центра. Грузовик сразу выделяется на фоне своих собратьев. Рама автомобиля выполнена из легких высокопрочных сталей. Передняя ось с увеличенной нагрузкой до 9 тонн. Установлены экономичные и тихие гипоидные мосты. Увеличена емкость топливных баков. Событие действительно очень значимое. Готовились с ним очень давно. То есть прорабатывали документацию на первоначальном этапе, потом прорабатывали оснастку. Но готовились к сборке основательно. На грузовик КАМАЗ-54901 устанавливается двигатель совершенно нового типа, рядный R6, мощностью от 400 до 550 лошадиных сил. С межсервисным интервалом в 150 тысяч километров. При создании кабины делали ставку на удобство и комфорт для водителя. Она отвечает всем последним требованиям эргономики. Бортовая информационная система включает 10-дюймовый сенсорный экран. Автомобиль оснащен автоматизированной трансмиссией. Управление режимами движения осуществляется с правого подрулевого джойстика. А сам двигатель запускается кнопкой. За февраль-март планируется собрать 40 таких магистральных тягачей. Они отправятся в подконтрольные организации для дорожных испытаний. Одна из основных задач автогиганта на 2019 год – серийное производство автомобилей КАМАЗ поколения КА5. Тагир Закиров, Кирилл Свиридов, Михаил Матвеев. Вести КАМАЗа. Работа в цехе по производству деталей двигателя R6 идет полным ходом. Не так давно здесь была сдана линия по изготовлению головки блока цилиндров. На подходе еще две – изготовление самого блока и коленчатого вала. Все работы планируется завершить до конца февраля, а уже в марте запустить серийное производство. За завершающим этапом пуска наладочных работ на участке изготовления блока цилиндров двигателя R6 наблюдала наша съемочная группа. Андрей Павлов на линии сборки блока цилиндров работает чуть больше года. До этого трудился на заводе запасных частей. Получив предложение перейти на движки, согласился не раздумывая. Сменить привычные станки на что-то новое и современное опытный наладчик хотел давно. В принципе, я пришел, здесь уже четыре станка были налажены. Я помогал устанавливать остальные, принимал участие в монтаже оборудования. Ну, практически с самого нуля считается. Ну, во-первых, все очень новое, интересное. Ну, интересно просто и все. Всего в одну смену на линии будут работать 15 человек. 10 – основного персонала и вспомогательный, распределители и контролеры ОТК. К процессу набора новых сотрудников здесь подходит серьезно. Оборудование требует высокой квалификации рабочих. На сегодняшний день у нас в цеху на участке работают наладчики и операторы станков с манипулярным управлением. Также в будущем будут набираться эти же специалисты. Проводится дополнительное обучение по повышению квалификации рабочих. Участок новый, оборудование новое, работать здесь очень интересно. Линию сборки блока цилиндров сдадут в конце февраля. На данный момент ведутся завершающие работы по введению ее в эксплуатацию. До конца года здесь планируют выпустить тысячу изделий. Мощность же самой линии рассчитана на 12 тысяч агрегатов в год. И это еще не предел. Кроме этого, еще предусмотрены дополнительные площадя, как и на других участках. И в случае до закупки оборудования, а это как бы предусмотрено, мощность будет до 30 тысяч в год. Отладку оборудования проводят на заготовках, закупленных в Германии, одновременно экспериментируя с собственным литьем. Наш литейный завод уже осваивает заготовку. Мы уже получали опытные образцы, обрабатывали. Есть кое-какие замечания. Сейчас литейный завод занимается их устранением. И я надеюсь, в ближайшее время мы уже будем обрабатывать блоки из нашей заготовки. Кроме того, здесь вводится новая система качества продукта. Каждое изделие, выпущенное в цехе по производству деталей двигателя R6, будет иметь свой индивидуальный номер и QR-код. Все операции, проводимые в ходе технологического процесса, будут отражаться в паспорте детали, что позволит осуществлять более тщательный контроль. Екатерина Романова, Михаил Матвеев, Вести КамАЗа. Литейщики КамАЗа провели сессию стратегического развития завода по направлению ПСК и определили конкретные КАИДЗН-проекты, над которыми будут работать руководители в 2019 году. В решение проблем вовлечены представители самых разных служб и подразделений. Объединившись в межфункциональные группы, они дружно вырабатывают план действий по улучшению производственных процессов. За командной работой наблюдала и наша съемочная группа. Такие сессии традиционно открывает директор завода. Эдуард Панфилов дает на подствие межфункциональным группам, которым предстоит искать эффективные решения для устранения потерь, прорабатывать производственные проблемы. В этом году работа в группах вновь прошла продуктивно. Каждая из них штурмовала один из восьми проектов. В этом году одной из наиболее острых проблем мы посчитали является утечки сжатого воздуха. И вот одна из основных стратегических задач первого квартала исключить на 100% утечки сжатого воздуха во всех производственных цехах нашего завода. Начнем с составления карт оборудования, на которые будут отмечены утечки сжатого воздуха. Это будет происходить комиссионно, с выходом на место. Еще один важный проект касается оптимизации работы технологического оборудования на 20%. Он нацелен на создание заделов мелких партий продукции, что позволит сократить временные потери на переналадку оборудования для их производства. Сейчас задача это в первую очередь оцифровать то оборудование, которое будет подлежать мониторингу. Далее сделать расчет номенклатуры лития, которая будет создаваться в заделе. Защитить и согласовать с Департаментом экономики КАМАЗа норматив на создание данного задела. Такой подход, как привлечение к проблемам производства межфункциональных групп из года в год, доказывает свою эффективность. По итогам работы над проектами, каждая команда защитила перед директором свой план действий. Через три месяца группам предстоит отчитаться о ходе его реализации. А уже на следующей неделе сессия стратегического развития пройдет на производстве чугунного литья. После чего поэтапно перекочует в каждое из основных производств. Устраняя потери общими усилиями по всем канонам бережливости, параллельно литийщики реализуют два других общезаводских проекта. В тестовом режиме уже в феврале здесь хотят запустить обновленную версию автоматизированной системы управления технологическим процессом. Это разработка программистов завода. В этом году мы еще добавим туда серьезную задачу, которая так называемая канбан. То есть канбан-доска появится. Сейчас вот думаем, как назвать эту программу. Которая позволит контролировать фактически все важные и очень важные вопросы, которые может поднять любой работник завода. Начиная там допустим от простого рабочего, либо задачи, которые ставит директор завода. В онлайне можно будет видеть прохождение этого вопроса по этапам до решения. Вопросы касающиеся эффективности, повышения качества, безопасности. Все это будет там видно на этой доске в электронном виде. Разработка тоже наших программистов, как в общем-то и вся система, я думаю, что очень эффективно она себя покажет. Литейный завод станет первопроходцем в организации такого режима работы. Также литейщики готовят к запуску еще один проект, подробности которого пока держат в секрете. Он направлен на повышение эффективности работы начальников цехов. Пилотный этап будет длиться три месяца и пройдет в производстве чугунного литья. После работы над ошибками проект будет перенесен во все остальные цеха. Еще одна планета покорилась КАМАЗовцам планеты распределения и планирования на звездном пути менеджеров автогиганта. В январе участникам игры предстояло решить 15 заданий. Самое сложное из них – организовать космическую выставку. А значит, продумать план, распределить обязанности и успеть в сроки. И лучшим в этом вопросе стал не начинающий резервист, а самый опытный из участников – замдиректора логистического центра Ильгис Мамлеев. Он обладает достаточно большим опытом работы, в том числе руководящими, организаторскими способностями. Поэтому его победа достаточно понятна. Наш нынешний победитель на протяжении всех месяцев четырех был в лидирующем числе. Догонял, где-то обгонял, потом сдавал немножко. Но вот в предпоследний месяц он вырвался и победил. Получилось на высоте, но в безопасности. Мастер цеха ремонта и обслуживания оборудования литейного завода Иван Аверьянов признан лучшим в номинации «Безопасность» в конкурсе «Лидер ПСК». Его проект площадки обслуживания настолько впечатлил жюри, что из чертежа на бумаге он практически моментально воплотился в жизнь и теперь активно используется. Поздравить литейщика-изобретателя с победой и узнать больше о его проекте отправилась Виктория Евсеева. Номинация «Безопасность» в конкурсе «Лидер ПСК» по словам Ивана Аверьянова привлекла его возможностью воплотить полезные задумки в жизнь, при этом улучшая условия труда ремонтников. В подчинении мастера более двух десятков человек и он не понаслышке знает, как опасно выполняются работы. Идея изготовить ремонтные площадки, так как снижение ремонтники производили ремонт на самой раме, что было весьма термоопасно. Снижение, во-первых, времени, которое уходит на ремонт, аварийные, ППР, а также, естественно, быстрее после ремонта, ремонтная служба во главе с Аверьяновым Иваном Ивановичем сдают производственникам. И тем более, простой это нам не создает ценности, которые готов платить потребитель наш. За золото в номинации мастеру достоин вознаграждения в 100 тысяч рублей. И, к слову, это не первая его победа. Иван Иванович Янов разрабатывает проекты уже третий год. Например, в прошлом ремонтные площадки с его легкой руки появились в плавильном цехе. Но это, по словам мастера-изобретателя, только начало. Хотели, наверное, уже на другом направлении работать. Это было направление безопасность. Есть направление затраты, где можно также снижать простое оборудование за счет улучшения, допустим, каких-то внедрений на саму линию. Благодаря ремонтным площадкам за год КАМАЗу удалось сэкономить полмиллиона рублей. Таких мини-проектов на литейке уже более десяти. И, возможно, площадки приживутся на всех производствах автогиганта. Виктория Евсеева, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Заводчане продолжают раскрывать свои таланты. И на этот раз им удалось выступить на сцене Театра Ключ. Первый результат занятий по актерскому и режиссерскому мастерству – постановка «Сказки Танина» и байки о нем. Этот загадочный спектакль – одно из событий, посвященных полувековому юбилею КАМАЗам. В мир знаменитого итальянского поэта и сценариста Танино Гуэра вместе с заводчанами окунулась и наша съемочная группа. Занятия в Театре-студии «Ключ» посещают 15 КАМАЗовцев, которые выбрали актерский курс. Кроме того, есть и курс режиссерский. Этому мастерству учатся семь человек. Но вот тренинги постепенно подходят к концу, началась подготовка спектаклей. Занятия проходят в игровой форме. То есть у нас есть занятия, которые тренинги, есть занятия, которые на дикцию, на искусство речи. То есть тренируем ораторское искусство. Дебютантами среди будущих театралов стали две заводчанки, которые сыграли в необычной постановке – «Сказки Танина» и «Байки о нем». Спектакль повествует о жизни итальянского поэта и сценариста, наполнен эмоциями, каждую из которых зритель пропускает через себя. Такому, по словам главного режиссера, нужно долго учиться. Вы знаете, это очень талантливые люди, и я это говорю откровенно, потому что люди, которые, я бы сказала, готовы пойти, готовы экспериментировать, они жадные до творчества. Это очень интересная команда сильных, независимых, умных людей. Проведение таких тренингов и мастер-классов направлено на то, чтобы возродить театральную жизнь на КАМАЗе. Утвержден план мероприятий по подготовке к 50-летию. И одним из пунктов этого плана мероприятия является проведение театральных фестивалей. В апреле месяце мы будем проводить такой фестиваль, называется он «Крылатый аргаман». Уже 20 февраля ожидается первая постановка на сцене органного зала, а в декабре КАМАЗовцы представят заключительный спектакль. Участие в нем примет и руководство – от начальников цехов до сотрудников генеральной дирекции. Кристина Маматова, Виктория Евсеева, Ильнар Мустафин, Вести КАМАЗа. Как отказаться так, чтобы не только никого не обидеть, но и общему делу помочь? Познакомим вас с принципом трех «не» в следующем выпуске 18 февраля в 18.00 на телеканале Челны ТВ. И не забывайте про наш информационный портал – вестикамаза.ру. Новости автогиганты и города там обновляются ежедневно и без выходных. На этом нам Ксения Чернильцевой. И Павла Михнула остается только попрощаться. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова